Сегодня 11 мая. 11 мая 1862 года. На должность самарского губернатора был назначен Николай Замятнин. На этом посту он пробыл совсем недолго, чуть больше года. Однако и этого хватило, чтобы с головой окунуться в работу по реализации крестьянской реформы 1861 года. Замятнин привлек на работу в Самарскую губернию много молодых образованных людей. На период его деятельности пришлось также введение новой питейной системы, посещение Самары великим князем Николаем Александровичем и открытие в губернии крупной сельскохозяйственной выставки. При губернаторе Константине Гроте в Самаре впервые начали мастить улицы. Вплоть до середины 19 века они были глинистыми, звездковыми или вовсе песчаными. Лишь кое-где домовладельцы по собственной инициативе строили у края дороги деревянные тротуары. Однако они быстро приходили в негодность и мало помогали передвижению пешеходов. Как писали газеты, первые камни на дорогу рабочие уложили 11 мая 1856 года на улице Дворянской, ныне Куйбышева, в районе Алексеевской площади. А на Воскресенской площади, ныне Самарской, 11 мая 1897 года открылось почтовое отделение. В справочных материалах конца 19-го, начала 20-го века часто приводится список почтовых ящиков в городе Самаре. Так, в 1892 году в городе действовали два десятка почтовых ящиков. В 1903 году их уже 27. А в 1915 году число ящиков выросло до 45. Из них 40 находились в городе и 5 в дачной местности. Если бы кто-нибудь решил составить список самых загадочных и скандальных знаменитостей 20-го века, испанец Сальвадор Дали точно оказался бы в первой пятерке. Гениальный и сумасшедший, по мнению многих художник, творился такой скоростью и упоением, что исследователям до сих пор трудно установить точное количество его работ. Известный художник родился 110 лет назад, 11 мая 1904 года. Рассказчик необыкновенных историй Карл фон Мюнхгаузен. Прототип истории об известном всем бароне-путешественнике появился на свет 11 мая 1720 года. С именинами спешим поздравить Анну, Виталия, Кирилла и Максима. На Руси 11 мая начинали собирать березовый сок, а старушки в этот майский день с ладонками выходили на перекрестки и дожидались попутного теплого ветра с юга. В прошлом люди верили, что этот ветер приносит здоровье. Потому и ловили его в ладонки, которые затем надевали на больных. Будьте здоровы и до завтра! Субтитры создавал DimaTorzok